И последние якутские волонтеры вернулись из Олимпийского Рио-де-Жанейро. Сегодня девушки встретились с министром молодежи Якутии и рассказали о своих впечатлениях. Всего на Олимпиаде работали 45 тысяч волонтеров и среди них 5 девушек из Якутии. С ними пообщался и наш корреспондент Юрий Осипов. В первую очередь девушки отметили хорошую организацию соревнований и схожесть с играми Дети Азии. Особенно выделили качественно высокий уровень безопасности на Олимпиаде. Но самое главное, что участие в таком масштабном мероприятии подарило им незабываемые эмоции. Я хотела немножко поехать домой, когда уже была в Бразилии. И приехала, конечно, только с самыми яркими впечатлениями. Наши волонтеры работали в плавательном бассейне. У них была возможность пообщаться со знаменитыми спортсменами. Поговорить с легендой плавания 23-кратным олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом им лично, к сожалению, не удалось. Зато они побеседовали с его женой. Кроме того, своими глазами якутянки наблюдали, как завоевываются олимпийские медали. Чтобы попасть на Олимпийские игры, девушки подали заявку за два года до соревнований. За это время они прошли множество тестов и собеседований. В апреле им сообщили долгожданную новость о том, что они прошли все испытания и стали волонтерами Олимпийского Рио. Они участвовали в организации проведения игр, помогали организаторам на спортивных объектах, работали с гостями, со спортсменами, со зрителями. И все с честью выполнили свои функциональные обязанности. После беседы девушки вручили министру молодежи и руководителю дирекции игр «Дети Азии» талисманы прошедших игр. Забавную игрушку по имени Венисиус. А следующей своей целью они выбрали зимнюю олимпиаду в южнокорейском Пхёнчане. Юрий Осипов, Евгений Логинов, МВК «Саха», Якутск.